Законодательный орган на такую инициативу правительства к вам пытаются пройти президенту Знакомы ли я и не знакомы с этим? Вы скорее всего не знакомы, да? Потому что я как ни подойду к сенаторам они вообще ни с чем не знакомы они ни про митинги не знают Я про группы не могу стоять, я сам лично не знаком Даже если не знакомы, вы же все равно ознакомитесь Как вы считаете, вообще это нормально? Для социального государства спасать постоянно эти жирные банки и никогда не помогать тем людям, которые просят помощи Это социальная справедливость Что вопрос задавать, надо владеть ситуацией или нет? Что я могу сейчас вам сказать? Что вы можете сказать как сенатор? Я сейчас если вопросы тебе не знакомы, комментировать не могу Никчемный ты сенатор, депутат Вот что можно сказать по этому поводу А то, что сейчас, как обычно, наше правительство направляет огромные суммы на спасение банков Так они же себя спасают Чиновники спасают себя Потому что кто сидит, кто является собственниками этих банков Конечно, высшее руководство нашей страны Они спасают сами себя Ну а экономикой типа ради стабилизации экономики Чтобы ничего не завалилось Они этим просто, мне кажется, прикрываются Обидно, что столько денег Миллиарды долларов было выделено С каких пор еще выделяют деньги на спасение банков А они до сих пор никак не спасаются Постоянно находятся с протянутой рукой То есть вы Буду с этим вопросом знакомы Я могу что-то прокомментировать А сейчас что я могу сказать? Вы хоть спросили Знакомые, незнакомые А то начинаете вопрос задавать Ну хорошо, вы знакомы Что вообще до этого Сколько банков Сколько банков помогало государство Сколько банков спасало За 10 лет 20 миллиардов Потратили Насчет суммы я не знаю Но помощь банкам была Я это слышу Считаете справедливо это? Что банка помогает А простым людям нет? Ну Единственное Это экономика банки же Поэтому если надо Крептовать экономику Единственная экономика это банки Но здесь депутат конечно Прямо молодец Прав на 100% Нет у нас никакой экономики Кроме как банки Иногда идешь по городу Уральску Магазин, аптека, банк Магазин, аптека, банк Филиалы я имею ввиду Вот и вся экономика Предприятия, заводы стоят Какие-то уже и далечие исчезли Ну и репутаты у нас никчемные Как всегда Молчаливые Ничего не знают толком Но иногда правда прорывается У нас одни бит банки Соответственно Магера должны быть Может А мера поддержки Это определяется? Представится Может Представится Как всегда Комментарий Есть ли? Не могу Почему? В незнакомой ситуации Смотрите Смотрите какой у него Взгляд Там К сенаторам Как не подойдешь Вы Ничего не знаете Ни с чем не знакомы Я еще раз говорю Я не считал информацию Ну вы же наверное прочитаете Вообще Как считаете Правильно Чтоб Пожалуйста Хорошо Спасибо Типа Что за холоп Ко мне пристает На него так смотрит Да Разная Эту тему Многодеткам Отдельная помощь идет Им идет Но они говорят Поднимите нам Не хватает То что вы 11 тысяч Даете На одного ременка Не хватает А тут миллиарды выделяют На проблемных активов Это вообще Как считаете Социально справедливо Конечно неправильно Если Если так как вы ставите Вопросы Это неправильно А вы будете реагировать Народные брани Реагируют Постоянно По этой теме Нет Вы Да Все будем Делать запросы Да Звонить В директор министра Разбираться Через запросы Депутатские запросы А когда можно будет Обратно себя Узнать Да Будем реагировать Запросы делать Да Да Такое умное лицо Через средство Массоинформации Получите Нет я понял Я сам средство Массоинформации Вам можно будет Позвонить Узнать Ну В принципе я же не один Ну вот Ваши коллеги Я во сколько хожу Час Ни одного не нашел Они или на работу Не ходят Или не выходят У него такой взгляд Че он ко мне пристал Че ему надо От меня Сенатором подошел Мы как всегда Ничего не знаем Ни один сенатор Не знает К вам вот подхожу Вы не представляете В тот раз Мы тоже не представили Че так и не выяснили кто Нет Выяснять то я выяснял Ну Мне написали в фейсбуке Такой то такой то Но я не знаю Может это вы Может это не будет Может вы в этот раз Представляете Чтоб я вам позвонил А шибетов ножа А ну правильно Сказали Я тогда вам наберу Ага Все Все Многодетные матери просят Чтоб мы подняли Пособие Они 11 тысяч человек На одного ребенка Получают Их сюда не пропускают Постоянно вот здесь собран Дежурят Никто не встречается Справедливо ли что банки Постоянно спасают Уже 20 миллиардов Потратили А матерям не помогают Ну как сказать Действительно банки Сейчас в сложном положении Банки А народ блин Не в сложном положении Находится Скажите Банки Действительно В сложном положении Я вот задаю вопрос А народ в каком положении Казахстан Все банки Наши придерживающие средства Поэтому Банки не должны Закрываться Банки должны работать Наверное Всех помогать Не надо Необходимость Истинная Ну а многодетам Матерям Надо всегда помогать И слава Богу И государство помогает То что вы говорите Не пускать многодетам Матерей Это Нету такого Чтобы не пускать Казалось Они могут Обосновывать Но то что Матерям помогать Однозначно будет Будем помогать А вы то есть В смысле вы не знаете Что здесь вот Все лета женщины стояли Не могли Я Спасибо Не было такого Вот вы можете в гугле Забить Матерей Посмотрю Но я что-то не вошел Внимание А если к вам захотят На меня обратиться Вы примите их Чтобы их здесь пропустили Да Хорошо Спасибо 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 Все по моему да Вообще Я могу сказать точно Что в нормальных Странах Странах С рыночной экономикой Где государство Особо не вмешивается В экономику Есть конкуренция Понятие Конкуренция Межбанковская В сфере финансовых услуг Конкуренция И тот банк Который просто Не выдерживает этой конкуренции Он уходит В небытие Ну через банкротство Через Различные Процедуры Но так или иначе Слабые уходят Сильные остаются И это нормально Качество Выигрывает Выигрывает Те банки Которые Правильно ведут Свою Можно сказать Экономическую политику А тут получается Государство Наше Искусственно Поддерживает Слабые банки Которые не выдерживают Получается Конкуренции На рынке И Они это Обставляют тем Что Типа там Наши граждане Держат Свои вклады Если мы не поддержим Этот банк То Лопнут все Вклады Получается В корне Никак Это неправильно А почему Тогда вы Государство Чиновники Депутаты Не помогаете Населению Казахстана Которое Закредитовано Каждого второго Возьми Это Почти кредиты На каждом Которые Висят Большим Бременем Многие Уже Некоторые Некоторые Не могут Оплатить Потому что Бешеные Проценты Вообще Откуда Как Государство Могло Не отрегулировать Заранее Что Бешеные Бешеные Вешают На население И Люди Не просто Хватаются За голову Они Некоторые Даже Просто Суицидом Заканчивают Такое Обременение На них Вешается Это же Многодетные Которые Загредитованы Почему Им Государство Не направляет Всем Нашим Гражданам Которые Находятся В тяжелом Социальном Положении Помощь А вот Банкам Дают Чуть ли не Беспроцентные Кредиты И Они Выплывают Зато Эти банки Начинают Трясти До конца До копейки Наших Суграждан Для того Чтобы Забрать Все Все С квартиры Выкидывают Забирают Последнее имущество Кто будет помогать Нашим гражданам Себе конечно Они могут помогать Себе Я имею ввиду Своим банкам Вот как-то так И все это Идет из Национального фонда Национальный фонд Наша Кадышка Куда Наше правительство Складировала Бабульки От продажи Газа и нефти От доходов А теперь сейчас Они очень сильно Его проедают Там не знаю Осталось что-то или нет Но в основном Деньги идут оттуда Я так понял На спасение Постоянно спасают банки Вот такая у нас Чудо экономика Чудо экономика А еще Если уж У нас действительно Чудо экономика Тогда действительно У нас Президент Статус Экс-президент У него Статус Элбасы Он это заслужил Потому что у нас Такая Сильная экономика Мы Впереди планеты всей В общем у кого есть что сказать Оставляйте свои комментарии Под видео Будет интересно Подискутировать На данную тему Кому понравился Ставьте лайк И подписывайтесь На канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok